Видео подготовлено сайтом уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задачу из учебника алгебра 7 класс автора Мерзляк Полонский и Кер под номером 1111. Периметр прямоугольника равен 28 сантиметрам. Если две противоположные стороны увеличить на 6 сантиметров, а две другие уменьшить на 2 сантиметра, то его площадь увеличится на 24 квадратных сантиметра. Нас просят найти стороны данного прямоугольника. Пусть стороны данного прямоугольника, поскольку они неизвестны, будут иметь длину х сантиметров и у сантиметров. Поэтому запишем. Пусть длина прямоугольника х сантиметров, а ширина у сантиметров. Это данный прямоугольник. У него мы всегда можем найти площадь. Площадь прямоугольника первоначального, поэтому внизу напишем нулевое. Это произведение длины и ширины х, у, квадратных сантиметров. Еще про этот прямоугольник известно, что его периметр равен 28 сантиметров. Вспоминаем формулу периметра. Чтобы найти периметр, нужно 2 умножить на сумму длины и ширины. Это будет 2 умножить на х плюс у. По условию задачи периметр равен 28 сантиметра. Поэтому мы получим с вами формулу. 2 умножить на х плюс у равно 28. Разделим обе части равенства на 2. В левой части останется х плюс у. А в правой 28 делим на 2. Получаем 14. И вот у нас уже есть уравнение. После того, как произошли изменения, то 2 стороны, пусть это будет длина, увеличили на 6 сантиметров. И длина стала х плюс 6 сантиметров. А ширину уменьшили на 2 сантиметра. И она стала у минус 2 сантиметра. Зная сторону, мы можем найти площадь. Итак, новая площадь после изменения. Это будет произведение длины х плюс 6 на ширину у минус 2. И нам известно, что площадь нового прямоугольника больше, чем площадь данного, на 24 квадратных сантиметра. Зная сравнение, мы можем с вами составить равенство. Чтобы найти большую площадь, а это площадь нового прямоугольника, нужно вычесть из нее площадь данного прямоугольника, и мы получим с вами 24. После того, как мы подставим вместо обозначения площадей выражение, то мы получим с вами уравнение. И теперь коротко запишем. Пусть длина прямоугольника х сантиметров, ширина прямоугольника у сантиметров, тогда площадь его равна х умножить на у квадратных сантиметров. А периметр равен 2 умножить на х плюс у равен 28, и поэтому получаем уравнение х плюс у равно 14. Запишем это. Итак, первая часть записана, а теперь произошли изменения. Так и запишем. После изменений длина прямоугольника стала х плюс 6 сантиметров, а ширина у минус 2 сантиметра. Площадь нового прямоугольника стала равна произведению х плюс 6 умножить на у минус 2. А так как площадь нового прямоугольника больше площади данного прямоугольника на 24, то мы запишем с вами уравнение. Поскольку площадь нового прямоугольника больше площади данного прямоугольника на 24 квадратных сантиметра, то запишем с вами уже сразу уравнение. От площади нового прямоугольника x плюс 6 умноженное на y минус 2 вычтем площадь данного x, y и получим 24. Упростим это уравнение. x плюс 6 умножим на y минус 2. x умножаем на y, x, y, x умножаем на минус 2, минус 2x, 6 умножаем на y, 6y, 6 умножаем на минус 2, минус 12, минус x, y, равно 24. x, y и минус x, y взаимно уничтожаются. Прибавляем к обеим частям равенство 12. Тогда в левой части у нас будет 6y минус 2x. К 24 в правой части прибавляем 12, получаем 36. И можем разделить обе части равенства на 2. Получим уравнение. 3y минус x равно 36 делим на 2, получаем 18. 18. Все, у нас есть с вами два уравнения с двумя переменными. Мы, чтобы найти решение, должны решить систему уравнений. Запишем. Имеем систему уравнений. Первое уравнение x плюс y равно 14. Второе уравнение переставим. Минус x на первое место плюс 3y на второе равно 18. И мы видим, что нам легко его решить с помощью метода сложения. Подчленно складываем уравнение. Минус x плюс x это 0. y плюс 3y это 4y. К 14 прибавляем 18, получаем 32. И разделим обе части равенства на 4. И тогда y равно 8. В первом уравнении мы можем выразить x через y. x равно 14 минус y. Мы y перенесли в правую часть и поменяли знак на противоположный. А y у нас равен 8. Теперь подставляем вместо y его числовое значение и находим значение x. От 14 вычитаем 8. x равно 6. y равно 8. Следовательно, 6 сантиметров и 8 сантиметров стороны данного прямоугольника. Запишем это. А ответ запишем кратко. 6 сантиметров и 8 сантиметров. Все мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok